В эфире телеканала БАИ, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Состоялась 10-я сессия Совета Литвинского района. Депутаты рассмотрели вопросы социально-экономического развития, модернизации здравоохранения и другие. Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти, эффективности бюджетных расходов – такова тема дискуссий участников внутрипартийного голосования партии «Единая Россия». Депаты прошли в субботу. В рамках предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего движения кандидатами в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» начались дебаты. Они проводятся со 2 апреля по 15 мая. В минувшую субботу участники дискуссии и их группы поддержки собрались в Курганинске. Среди пятерых участников праймерис представитель Лобинского района Игорь Чигаев. Дебаты проходят по выходным дням со 2 апреля по 15 мая. В этот раз они проводились в Курганинске. Их тема – борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти и эффективности бюджетных расходов. Каждый участник праймерис должен принять участие минимум в двух дебатах. На дебаты в Курганинск приехали пять участников предварительного голосования. Член фракции партии в ЗСК – директор ООО «Фрутбери» Алексей Гусак, директор ООО «Доступные продукты» Андрей Машура, генеральный директор ООО «Еврокар» Кристина Иванова, специалист ЦКС публичного акционерного общества мобильной телесистемы Константин Никулинский и первый заместитель генерального директора ООО «Экватор» Игорь Чигаев. Модератором на площадке выступил член Президиума Регионального политического совета Краснодарского оригинального отделения партии «Единая Россия», член фракции партии в ЗСК Николай Петропавловский. Прежде всего, он напомнил, что праймерис состоится 22 мая, а выборы в Государственную Думу – 18 сентября 2016 года. Выборы в Государственную Думу будут в этом году проходить по смешанной системе, что очень нравится нам, потому что 13 лет коллеги у нас такой возможности на Кубани не было. Смешанная система означает, что половина депутатов Государственной Думы будут выдвигаться по одномандатным округам. У нас их 8 в Краснодарском крае, у нас очень емкий по мандатам край, и половина кандидатов будет выдвигаться по федеральному избирательному округу. И наша партия проведет предварительный отпор кандидатов по всей стране, и в единый день голосования, предварительно 22 мая, в воскресенье, в этот день почти во всех муниципальных образованиях будут открыты так называемые счетные участки, участки для предварительного голосования. По вступителям слове каждый из участников высказал свою точку зрения по заданной теме. Официальный сайт «Единая Россия на Кубани» сообщает точку зрения некоторых участников дебатов. Например, Алексей Гусак говорит, что проблема коррупции, цитата, «имеет в своем корне как экономическую, так и морально-нравственную составляющую. В обществе должно сформироваться четко негде коррупции в любом ее виде и во всех проявлениях». Игорь Чигаев для участия в «Прамерис» выбрал девиз «где родился, там и пригодился». Он посмотрел на проблему под другим углом. Если не хватает в детских садах, в лечебных учреждениях, если количество оказыванной услуги страдает, тут и возникает коррупционная составляющая. И работа власти должна быть в том числе направлена на создание условий для повышения качества и доступности всех видов услуг, повышения качества жизни. Каждый участник приехал на дебаты с группой поддержки. Самая многочисленная поддерживала Чигаева. Она же задавала вопросы другим участникам. Они касались причин бытовой коррупции, законодательных инициатив и мероприятий по противодействию коррупции. Отвечать на вопросы пришлось и Игорю Чигаеву, например, о методах борьбы с коррупцией в области закупок. Собравшись в зале, интересовала, как решить проблему коррупции в сфере здравоохранения, образования, вопросы открытости власти, общественного обсуждения социально значимых нормативно-правовых актов и другие. В течение трех минут каждый из участников давал исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Кстати, дебаты транслировались в прямом эфире. Участники отметили высокий уровень подготовки процедуры и степень ее открытости для всех категорий граждан. Эта проблема очень острая, волнует людей. И говорить людям какими-то популистскими, громкими словами, которые не несут за собой ничего конкретных шагов, люди это не воспримут. Поэтому я постарался сформулировать те простые примеры на местах, которые помогут людям почувствовать реальные изменения по борьбе с коррупцией. Вообще, праймерис, я отношусь к нему не просто как к площадке подбора лучших из лучших для участия в Государственной Думе. Я считаю, что здесь формируется тот костяк из инициативных людей, готовых работать с полной отдачей на благо Кубани. И если каждый в своем рабочем месте будет действительно работать порядочно, эффективно и честно, тогда больше половины проблем уйдут сами с собой, без всяких новых законов, реформ. И к этому, конечно, я призываю всех, не только избирателей, но и всех участников праймерис. Очень рада, что попала на данное мероприятие. Понимаю, что это впервые проводится. И те кандидаты, которые сегодня были представлены, это первопроходцы. Я думаю, что это послужит тем, что продолжение будет следовать. Было приятно удивлено, что участвуют молодые люди, здравомыслящие, думающие. Видно, что очень болеют за Россию, за Кубань. Отрадно видеть было участие нашего Игоря Олеговича Чигаева, представителя от Лобинского района. Дебаты прошли очень интересно, были заданы достаточно динамичные, конкретные вопросы, на которые мы услышали лаконичные ответы. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей города Лобинска и Лобинского района принять участие 22 мая в праймерис. Встречи участников предварительного голосования с избирателями пройдут в каждом муниципальном образовании, в рамках которых участники представят свои предвыборные программы. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Анализ состояния экономики, социальной сферы и оценки работы органов местного соуправления в Лобинском районе свидетельствует о сохранившейся положительной динамике по большинству показателей. Депутаты районного совета обсудили выполнение индикативного плана развития в 2015 году. Этот и другие вопросы совет рассмотрел на 10-й сессии. Годовой план по базовым отраслям экономики Лобинского района выполнен почти на 107%. Темп роста в 2015 году по отношению к 2014 составил более 114%. Объем промышленного производства составил 12 млрд 445 млн рублей, что соответствует выполнению плановых назначений на 106,5%. Положительные результаты выполнения газового плана по объему промышленного производства достигнуты почти всеми предприятиями, за исключением предприятий по добыче полезных ископаемых. И в ряде номенклатурных позиций пищевого производства также не удалось обеспечить выполнение плановых заданий. Вот на этом замглавы остановилась поподробнее. В частности, по производству цельномолочная продукция – 82% от плана. Сыр и творог – 85% от плана. Причина – это политика дивизиона «Данон», который ежемесячно, в начале каждого месяца, в зависимости от спроса и в зависимости от тех договорных отношений, которые заключены, пересматривает планы по производству продукции и доводит до нашего филиала. По маслу растительному мы получили 83% от плана. Согласно пояснению завода, в прошлом году имелся недостаток маслосемян для полной загрузки предприятия. По хлебу и хлебоболочным, а также кондитерским изделиям процент выполнения 90% и 86% соответственно. Причина – большая конкуренция на этом рынке. Недостигнуто у нас 100% выполнение плана по лакокрасочным материалам – 90%. Причина – снижение спроса. Объем сельхозпродукции, произведенный во всех категориях хозяйств в 2015 году, вырос более чем на 13%. Однако погодные условия повлияли на снижение урожайности по кукурузе и подсолнечнику. По причине погодных условий в прошлом году мы недополучили валовый сбор по некоторым культурам отрасли растеневодства. В районе содержится у нас 18,9 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 8,9 тысяч голов коров, более 32 тысяч свиней на специализированных фермах, 13 тысяч овес и коз и почти 915 тысяч голов птицы. К сожалению, у нас наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота, птицы в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских. По разным причинам, таких как ужесточение ветеринарно-санитарных требований к содержанию животных, удорожение кормов и ветпрепаратов, а также недостаточное финансирование субсидирования продукции животноводства. За счет этого мы не выполнили показатели по производству мяса. Но, несмотря на это, плановое задание в стоимосном выражении индикативного плана за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию выполнено на 107,5%, и прирост к уровню 2014 года составляет 13%. Выполнение плана достигнуто по всем категориям хозяйств. Кризисный год повлиял и на другие показатели, которые ниже плановых назначений. Зато вдвое превыполнил план по объему транспортных услуг. Значительное увеличение обеспечили автоколонна 1197 и Лобинская ДРСУ. Совет депутатов принял решение рекомендовать администрации района провести анализ текущей ситуации экономического развития и своевременно принять меры на выполнение прогнозных показателей и оперативно реагировать на необходимость корректировок. Об итогах модернизации здравоохранения в Лобинском районе доложила замглаврача Любов Нестерова. Деятельность муниципальной системы здравоохранения в 2015 году направлена на обеспечение доступности качественной и эффективной медико-социальной помощи. Проводились Дни здоровья, кардиодесанты, другие мероприятия выездной формы. В 2015 году их было 18. Благодаря профилактическому направлению здравоохранения на территории Лобинского района не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний. Благодаря наличию программы проекта здоровья, а под программой оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, которые состоялись в 2010 году, были выделены 40 миллионов рублей, был открыт межрайонный травматологический центр второго уровня, который оказывает помощь при ДТП людям, жителям Лобинского, Мостовского и Курганских районов. Благодаря наличию региональной программы модернизации здравоохранения в 2013 году был проведен капитальный ремонт на общую сумму практически 70 миллионов рублей и начал функционировать межрайонный первичный сосудистый центр на 90 коек, который также обслуживает Мостовской, Курганский и Лобинский район. Депутаты приняли решение рекомендовать главврачу и дальше совершенствовать систему здравоохранения и далее рассмотрели следующие вопросы. Среди них назначение публичных слушаний по проекту отчета исполнения местного бюджета внесли изменения в проект о муниципальной службе, обсудили вопрос о создании в образовательных учреждениях безопасных условий пребывания детей и еще ряд вопросов. В завершение глава района поблагодарил Александра Захарина за работу в представительном органе. Александр Витальевич сложил себе полномочия депутата в связи с назначением на должность начальника управления образования. Депутаты проголосовали за это решение, выбрали нового представителя комитета по вопросам образования, культуры, физической культуры, спорта, информационной политики, взаимодействия с общественными объединениями, делами семьи и молодежи. Им стал Николай Лысенко. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежные окна по доступной цене. Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Берековой. Всего доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать, одно положение открывания с подоконником и отливом – всего 4500 рублей. «Окнопарк». Лобинск. Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. Продолжение следует...